Известная бутылочная горлышко на новом рынке. В час пик здесь и так непростая ситуация, а совсем скоро она и вовсе может обернуться транспортной катастрофой после закрытия моста на ремонт. О глобальной реконструкции говорили уже давно. Путепроводу почти 70 лет, состояние аварийное. На ремонт понадобится около полутора миллиарда рублей и много терпения на два с половиной года. У нас есть три путепровода через железную дорогу. Это проспект Калинина, проспект Ленина и Павловский тракт. Значит, из трех один закроется, останется два. Нагрузка на эти трассы очень и очень сильно возрастет. Поэтому к этому нужно готовиться, к этому нужно вкладывать какие-то средства. По просьбе Минтранса студенты политех разработали схемы движения во время ремонта. Это их дипломные работы. Софья Васильева предлагает ввести отдельную полосу для общественного транспорта на проспекте Калинина. Планируется, что полоса будет начинаться от улицы Аносова до Кулагина, а также по четной стороне Калинина от Октября до улицы Сизова. Автобусы большой вместимости будут направлены по проспекту Калинина. Ясно, что многим пассажирам придется делать пересадки, а кому-то отказаться от личного транспорта. До людей рано или поздно дойдет то, что на общественном транспорте будет двигаться намного быстрее, чем на индивидуальном. То есть, либо они простоят в заторе 3-4 часа, либо на общественном транспорте доберутся за 40 минут. Маршрутные транспортные средства, которые двигались по улице Северо-Западной, проспекту Ленина и улице Матросово, будут сконцентрированы на улице Аносова. По улице Аносова движение будет разрешено только для них. Далее по проспекту Калинина направлены до площади Октября. Также маршрутные транспортные средства, у которых конечная остановка площадь Победы, будут направлены через улицу Пионеров, далее на улицу Новоугольную и на улицу Привокзамена. Также предлагается запустить один автобусный маршрут, например, 24-й, который будет направлен также через улицу Пионеров и далее по проспекту Ленина. Трудности возникнут и с электротранспортом. Как подсчитали студенты, каждый день трамваями и троллейбусами пользуются 70 тысяч барнаульцев. Из них 47% ежедневно проезжает мимо нового рынка. Трамвайные будут перенесены на улицу Челюскинцев, до проспекта Красноармейского с пересечением улицы Анатолиев и Советской Армии. А троллейбусные будут сокращены до как раз перекрываемого путепровода на проспекте Ленина с возможностью разворота по контактной сети и движения в противоположном направлении по маршруту. Пока это всего лишь предложение, которое Минтранс может взять на вооружение, скорректировав проект. Планируется, что работы начнутся уже в следующем году. По идее, после ремонта пропускная способность на участке должна вырасти на 30%. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.